Друзья, всем привет! Еще со времен Советского Союза Европа привыкла сыто жить за счет наших дешевых ресурсов. СССР поставлял, можно сказать, по бросовым ценам довольным европейцам нефть, газ, металл, древесину и многое другое. Европейская промышленность процветала, страны богатели, в общем, европейцы сыто ели и сладко спали. С распадом Союза ничего не изменилось. Ельцин, идя на поводу американцев и в угоду Европе, продолжал ты уже политику, то есть Запад по-прежнему получал от нас дешевое сырье. Нас Запад обкладывал санкциями еще в советские времена, ничего не изменилось и после 90-х, тем не менее они требовали бесперебойной поставки дешевых российских ресурсов. И получали их. Но когда-то всему наступает конец или, если сказать по-другому, всему есть предел. Я не буду описывать все те события, которые привели к тому, что российский живительный источник для Запада был закрыт. Кстати, они же сами очень хотели избавиться от российской зависимости, не дать нам заработать, от чего-то нас изолировать. В общем, халява закончилась. Дешевого сырья, которое было основой европейской промышленности, больше не будет, соответственно, богатеть за наш счет уже не получится. Запад обложил целой кучей пакетов с санкциями, но кое-что хитрые еврочиновники все же забыли включить, в частности, без их внимания остался экспорт древесины и пиломатериалов из России. Тут уже Россия возмутилась, дескать, раз уж вы решили избавиться от всего российского, то надо идти до конца. В результате Москва всего лишь увеличила пошлину на наш лес до 80% и оставила из всех для вывоза леса всего два. Сразу же начались крики, мольбы и даже угрозы со стороны С. Чиновники посчитали и поняли, что с такими пошлинами их деревообрабатывающие компании окажутся на грани банкротства. Канада и Штаты бегут союзникам на помощь, тем более, что у канадцев самих лес горит, соответственно, древесина дорожает. Конечная стоимость продукции тоже растет, да так, что средний европеец уже не может позволить себе купить что-то из, например, красного дерева. Фабрики начинают закрываться, работники оказываются на улице. То есть грядут протесты и беспорядки. И Европа стала нам говорить нам о штрафах за не несоблюдение норм Всемирная торговая организация, согласно им, пошлина не может превышать. Когда-то Россия долгих 18 лет пыталась стать членом Всемирная торговая организация. Наконец, в 2012-м ее приняли в организацию, пообещав кучу преимуществ. Если все эти пункты рассмотреть с точки зрения сегодняшней обстановки вокруг нас, понятно, что ничего из вышеперечисленного не работает. Поэтому Москва на все требования сказала, мол, с некоторых пор для нас международные законы имеют только рекомендательный характер. Основное для нас – законы России. Мы не отказываемся поставлять древесину в Европу, но только по нашим ценам. Все, в этом вопросе наше руководство заняло твердую позицию и ничего менять не собирается. Хоть и поздновато, но учимся отшивать любителей дармовщины. Правда, внутри нашей страны нашлись лоббисты интересов Европы, которые начали учить остальных, дескать, мы из Всемирной торговой организации не вышли, потому должны соблюдать нормы, пошли на не больше 20%. Но лоббисты высказывают недовольство в очень узких кругах, боясь выступить перед правительством. Сейчас как раз очень хорошее время, чтобы вычислить всех промериканских и прозападных любителей, дабы зачистить от таких наше общество и чиновничьи кабинеты. В итоге все требования еврочиновников и попытки принудить нас возобновить поставки леса в ЕС закончились ничем. Не хочет Россия выполнять чужие желания. Ему никто не подчиняется. В ЕС забили тревогу. Шольц не дотянул до уровня Меркель. Расхлебывать за Берлином будет весь блок. Германия стремительно теряет статус лидера ЕС, пишет и экономист. Беспомощность и некомпетентность Берлина становятся серьезной проблемой для всего блока. Одна из причин происходящего – слабость канцлера Олафа Шольца, который так и не дотянул до установленной Меркель-планки. Причиной тому слабый канцлер и склоки в рядах коалиции. В середине 2010-х годов, когда пришибленный Евросоюз перебирался из одного кризиса в другой, там была одна неизменная величина. Германия и особенно ее канцлер Ангела Меркель были звездами, вокруг которых обращались по орбите остальные страны Европы. Южноевропейские государства задыхались от мер строгой экономии, так как им пришлось смириться с ценой за экстренную помощь. Но если вы побываете в Брюсселе сегодня, то не услышите там ничего, кроме рассказов о некомпетентности и беспомощности Германии. Кризисные явления в трехпартийной коалиции Олафа Шольца расползаются по всей Европе, осложняя ее повседневную деятельность, так как правящие партии Германии ссорятся и враждуют между собой. Старые альянсы меняют свой облик, а друзья Германии действуют в обход Берлина. Похоже, канцлер Шольц не обладает талантами Ангела Меркель, которая заключала сделки терпеливо и умело. На саммитах лидеров ЕС он выступает с заявлениями оппозиции Германии и сильно удивляется, когда остальные отказываются ему подчиняться. Несбывшиеся надежды на лидерство Германии – это не новость, и преодолеть эту проблему непросто. Коалиции, суды и федеральные устройства страны – все это делает процесс принятия решений неудобным и обременительным. Иногда все получается. Зайтан Вент, или смена эпох, стала подлинной трансформацией внешней политики Германии и политики ее безопасности. Вызвано это тем, что они верят Шольцу на слово, когда тот говорит, как в момент вступления в должность, что Германия несет особую ответственность за Европу. Это верно как никогда, если в других местах лидерство отсутствует. Дайте пресной воды, ведь она же общая. Циничное заседание в ООН. Здесь ООН заседание собрала по пресной воде и решила зачитать доклад руководства к использованию. Если откинуть всю писанину про демократию, свободу и права гендеров, зеленую повесточку и изменение климата, то суть доклада сводится к следующему. Воды не хватает, 2 миллиарда человек без доступа к чистой воде, 3-6 миллиарда сидят без канализации, планы ООН по обеспечению населения планеты водой не выполняются. Ежегодно мировые запасы пресной воды сокращаются на 1%. За последние 20 лет планета лишилась пятой части своих запасов. Теперь переводим на человеческий язык. Воды не хватит на всех. Вода в избытке есть только у бразильцев и русских. Если мы возьмем у них воду и перераспределим на свое усмотрение, то проблема будет решена на ближайшие 50 лет, и вот тогда мир заживет счастливо. Что нужно от русских и бразильцев? Они должны дать доступ к проведению анализа своей воды, далее разрешить международным организациям включить водные ресурсы России в глобальную информационную систему управления, а далее позволить экспорт в те страны, которые определит ООН и их владельцы. Поскольку вода общая, больших денег не ждите. Максимум копеечная компенсация. Но это еще не все. Есть еще обязательства для всех развивающихся стран, считай для стран БРИКС и тех, кто туда стремится. Вы расходуете слишком много чистой воды. Прекращайте. Зачем вы так обильно поливаете сельхозпродукцию? Зачем выращиваете такое огромное поголовье? Не нужно вам и нам этого. Давайте-ка переходите на альтернативные источники питания. Вот мы, европейцы и американцы, всех научим. Вместо мяса нужно кушать личинок. Ну а что? Все едят и вы жуйте. Особенные что ли? Но есть и хорошие новости. Россия, Бразилия, Китай и Индия никакому ООН ничего не предоставили и предоставлять не собираются. Ведь если сделать так, как предлагает ООН, то будет так, как с зерном для беднейших стран. Оно вроде как туда уехало, но всплыло в Европе. Поэтому с водой разбираться будут без привлечения Запада. Пока ни Россия, ни Китай не выносили в публичное по решению этого вопроса. Скорее всего обсуждали, но пока данных нет. Вероятно, проблема будет решаться внутри будущих макроэкономических зон. Россия будет решать в своей зоне ответственности, Китай в своей, а Бразилия в своей. Как будет обстоять дело с Африкой, пока не ясно. Судя по всему, Россия займет свою нишу на континенте и будет специализироваться на совместном создании инфраструктуры, электрификация, канализация, переработка сырья, атомные станции, вода и дороги. В общем, в тех отраслях, где есть глубокая экспертиза. Разумеется, не бесплатно. Что же касается ООН, то абсолютно очевидно, что это беззубая организация, которая ничего не решает. Нет сомнений, что Россия выйдет оттуда после решения тактических задач по переустройству мира.